Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Центральный парк культуры и отдыха к весне кардинально меняет имидж. Новое колесо обозрения впишут в дизайнерский ландшафт. Сезон большого футбола близко. Чиновники, ответственные за направление подготовки Волгограда к чемпионату мира, сверяют часы. Патрули ДПС провели ночные профилактические рейды. Пойманы пьяные водители-рецидивисты и две сотни нарушителей правил. Алюминиевое производство догоняет время и оживает. Хорошие новости из промышленного сектора волгоградской экономики. На создание в Волгограде алюминиевой долины замахнулись областные власти и частные инвесторы. Сегодня официально заявлено, что на Волгоградском алюминиевом заводе набрал обороты процесс модернизации и после почти пяти лет простоя возобновляется выпуск алюминия сырца. Рабочие места уже получили почти полторы тысячи человек. Общая позиция области – компания «Русгидра» и компания «Русал». То есть было найдено решение, каким образом можно взаимодействовать с друг другом, не ухудшая финансовые показатели ни области, ни компании «Русал», ни компании «Русгидра», подписать соглашение, прямой контракт с компанией «Русгидра», который позволяет поставлять электроэнергию на завод и, собственно говоря, позволил возобновить производство, при этом достигнув хорошего уровня себестоимости. Далее в фланах запуск на Волгоградском алюминиевом заводе, производство обожженных анодов и, соответственно, трудоустройство еще около тысячи специалистов. Общий объем инвестиций составит более 9 миллиардов рублей. Стройплощадка стадиона «Волгоград-арена» постепенно перестает быть стройплощадкой, потому что возведение спортивного объекта фактически завершено. Рабочие начали демонтировать забор, к которому жители города уже успели привыкнуть. Подрядчику предстоит еще благоустроить территорию. Это будет пространство, вымощенное плиткой. Не исключены сюрпризы в виде малых архитектурных форм. На сегодняшний день на Волгоград-арене идут пусконаладочные работы и подготовка к весеннему сезону. Первый тестовый матч пройдет 21 апреля с соперником по ФНЛ. На новом стадионе сыграет местная команда «Ротор-Волгоград». О том, что сезон большого футбола приближается, сегодня на планерке в администрации области своим подчиненным напомнил губернатор региона. Обращаю ваше внимание, что до начала чемпионата мира по футболу остается 122 дня. Подготовка к чемпионату мира включает не только сдачу в эксплуатацию объектов, согласно плану подготовки, но и очень большую работу по организации операционной деятельности. В течение этой недели все кураторы направлений подготовки Волгограда к чемпионату мира должны представить скорректированные планы и отчитаться о текущем состоянии дел. Только сегодня под утро в Волгограде завершился профилактический рейд ГИБДД, который начался в пятницу вечером. Наряды ДПС работали в режиме нон-стоп в разных районах города и выявляли водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении четырех рецидивистов, тех, кто не в первый раз сел за руль пьяным, были возбуждены уголовные дела. Всего во время рейда более 250 водителей были уличены в тех или иных нарушениях от отсутствия полиса ОСАГО до нечитаемых номеров на машинах. Монтаж конструкции нового колеса обозрения с 20 закрытыми кабинками начнется в ближайшие дни в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Сейчас завершен монтаж бетонного основания под аттракцион. Его общий вес составит 170 тонн. Параллельно в парке ведется подготовка к сезону высадки зеленых насаждений. Перемены в ландшафте будут кардинальными. Но первым делом была проложена современная растительная система. Все, что погибло из-за неправильного ухода и отсутствия полива, убирают и готовятся уже в марте высадить новые деревья и кустарники. В списке 350 наименований растений счет саженцев превысит несколько тысяч. Специалисты обещают реализовать на территории ЦПКО несколько оригинальных ландшафтных решений. Все, конечно, произойдет не вдруг. План мероприятий по озеленению территории рассчитан до 2020 года. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова